всем при дорогие друзья с вами я александр михаленко сегодня мы находимся на пляже в самом лучшем городе крыма конечно же в судаке погодка как вы видите по мне уже похолодала на улице плюс 12 градусов я штанах в куртке и футболке дует такой прохладный ветерок по вечерам вообще уже очень холодно поэтому кто собирается в крым берите с собой теплые вещи уже следующей неделе обещает там до 0 градусов температуру такое похолодание будет но сегодня пройдемся по пляжу пройдемся по набережной города дойдем до пляжа мохито запустим квадрокоптер полетаем над судаком в общем надеюсь будет интересный видеоролик о судаке набережная в районе аквапарка просто опустела людей уже совсем здесь нет изредка встречаются местные которые прогуливаются но вспомните как здесь было летом здесь было просто в этом районе не пройти а сейчас свободно идешь и наслаждаешься всей этой природы для тех кто спрашивал где можно снять жилье в крыму судаке зимой его друзья отель миллениум свободные номера есть за 1200 рублей написано поэтому учите в интернете звоните если хотите приехать в крым зимой но мы сейчас спустимся на пляж колхозной посмотрим какой он сегодня у нас был на днях шторм туда намело просто очень много песка линия пляжа стала шире и песочный терпляже здесь хороший сразу вспоминайте как отдыхали здесь летом когда здесь было очень очень много людей сейчас пляж пустой принадлежит только нам смотрите какой песочек просто шикарная линия очень большая широкая море сегодня спокойно и относительно скоро пойдем с вами уже купаться и он горал чак шум прибоя и можно суждаться вечно прогуливаться вот так по пляжу в межсезонье когда здесь никого нет вот вспомните здесь была куча шезлонгов ходили все эти зазывал и какой-то шум гам сейчас это спокойствие тишина и просто вот такие прогулочки на свежем воздухе посетите обязательно крым осенью чтобы все это прочувствовать на себе потому что осенний зимний крым это совсем другой крым многие говорят что делать в крыму там осенью зимой не покупаешься но друзья это крым вам очень понравится потому что можно путешествовать ездить по городам ходить в походы и будет как будто вы на какой-то заброшенной планете где совсем нет людей или есть но их очень-очень мало посмотрите сколько песка вы умыла сюда линия стала намного шире мне так кажется по крайней мере но к лету это все обратно здесь от море уже прошли мы эту всю практику знаем здесь у нас а набережной стоит вот такая красивая гостиница но рядом с ней территория в ужасном состоянии посмотрите вот такие ямы после дождей наполняются лужами здесь отсутствует просто плитка на набережной незавершенно здесь вообще вот бетон и самое печально что здесь есть это вот это разрушенная кафешка и крена возможно когда была гостиницей вот такой ужас у нас на набережной вот море и вот такая здесь хрень мягко сказанная никакой не могут до конца снести либо уже не сносили бы и совсем либо же снесли бы полностью сделали бы здесь какой-нибудь парк сквер для отдыха было бы вообще замечательно какой-нибудь фонтан здесь поставили на этом месте но пока вот такая печальная картина но здесь встречает вот такие руины на набережной города суда который никак не могут убрать отсюда к сожалению ваши друзья догадки когда это все берется сколько нужно еще времени нам ждать чтобы здесь построили парк и кстати был подвал я смотрю ступеньки идут и там просто забросали все мусором домом уже образовалась настоящий мусорник все мусор ты всыпают именно туда вот такая печаль надеюсь что в скором будущем это все решится потому что для курортного города вот такое на набережной просто непозволительно как видим судаке также есть проблема с ливневками идет дождь вы здесь постоянно собирается лужа можно было здесь пробить дырочку поставить трубу чтобы вода стекала сразу но нет мыши в судаке и теперь здесь из-за дождя посмотрите скапливается висит мусор вся эта грязь и это уже у нас набережная вот такая рядом вот кафе ресторан базар гиан могли бы конечно сделать чтобы их территория прилегающая выглядела красиво даже голуби замерзли не хотят улетать для погоды с вами более-менее ветерок успокоился вот так рассели здесь за моей спиной находится разрушенный корпус военного санатория территория к сожалению военного санатория закрыта пройти туда нельзя но давайте все же посмотрим этот корпус поближе запустим туда квадрокоптер полетаем сделаем фоточки и снимем видеоролик к сожалению 9 тяжное здание вот такое полностью в негодном состоянии рассыпается буквально на глазах в негодном состоянии а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 получается и можно сверху посмотреть поэтому сейчас запустим квадрокоптер и посмотрим что же там находится внутри думаю многим это будет интересно почему портовая башня потому что именно в этой части города в древности был морской порт там где пляж сокол я его называю некоторые по другому называют в общем он там внизу где море там был портом и проводили раскопки там еще и стены древних зданий может там походить побродить посмотреть их здесь находится храм 12 апостолов вот он считается одной из достопримечательностей судака тоже древний но к сожалению внутри я пока еще здесь ни разу не был не знаю вообще открывают его или нет интересно было посмотреть как там внутри вот еще . но ничего друзья не видно вот такие здесь прекрасные места гора полного и вот такая башня это продолжение геноевской крепости как говорят историки раньше геноевская крепость вот она стена вела вот так и вход бы получать через это окно насколько точно информация не знаю но знаю что здесь внизу есть пещера сейчас вам ее покажу знали они или нет тоже напишите как нам спуститься здесь короче как нужно перелезть через забор что никому не рекомендую делать но рай того чтобы вам показать будем рисковать все перелезли успешно вот такой вид здесь растет кактуса функция вот тоже такие встречаются старнички с кактусом смотрите здесь не вообще большие здесь проходит река такая это вода после дождей стекает с гор возможности дальше подключили какую-то и ливневку и ливневые истоки с города идут именно сюда как видим здесь после дождя 50 трава наклонена был сильный дождь что это все затопило и собственно говоря вот эта секретная пещера про которую вы наверное не знали я назвал как эта пещера пауков потому что здесь все было в паутине собственно говоря здесь ничего и не изменилось посмотрите все ее стены в паутине здесь хоть палки я очень боюсь пауков вот смотрите просто висят эти паутины огромнейшие пауков пока не видно своего глаза так думаю что нужно выходить будет она завершается возможно был обвал дальше прохода уже нет смотрите на вот эту страсть паутинка какая здоровенная или вот сюда посмотрите в общем тем кто не любит пауков арахнофобом сюда лучше не соваться потому что пещерки действительно странная и не в одной пещере пока в которых я был не видел такого количества паутины как здесь вот так все выходим когда спалки не напали справимся вниз посмотрим на пляж но пока давайте допустим коптер посмотрим что внутри в этой портовой башни паутины 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 Субтитры создавал DimaTorzok